22 июня стратегии на упавшей волатильности значит упавшая волатильность на рынке позволяет покупать недооцененные опционы с одной стороны они просто дешевле чем исторической волатильности на волатильность базового актива с другой стороны еще особенности улыбки волатильность сегодня буду говорить про первое когда волатильность дешевле значит исторической волатильности при этом у меня был блог месяца два назад насчет по-моему называлась китайские стрэнглы что такое покупка стрэнглов и стрэдлов фактически и покупка кондоров это подобные сделки только покупка кондоров есть не такая агрессивная комбинация прежде всего по тете по большому счету это покупка у двух опционных спредов значит сейчас довольно есть интересный я посмотрел по option view кандидаты можно посмотреть обзор значит здесь наибольшая статистическая волатильность берется и отношение им плавит волатильность к исторической то есть историческая больше в данном случае тут можно провести такую параллель им плавит волатильность подразумеваем это ожидание они могут меняться достаточно быстро что можно посмотреть по вексу а историческая волатильность базового актива акции линдекса ее можно сравнить в принципе затухающим маятником на том периоде когда она падает потому что когда рынок реально падает она соответственно скачком может увеличиться но вот затухание происходит подобно затуханию колебаний маятника поэтому если допустим актив ходил там пять долларов в день то он на следующий день не сможет ходить доллар или два то есть происходит это постепенный процесс самой акции ну индекса тоже значит ну вот можно посмотреть отношением плать волатильность к статистической 60 90 61 43 довольно много кандидатов при том что еще взял довольно большую ликвидность требования там 5000 это доллары умноженные на объемы то есть тут довольно много опционов на этих акциях например можно посмотреть по графику даже даже так это будет нагляднее значит тут довольно большое поле для исследований для тестирования ну вот видно что по ригу связаны с нефтепереработка есть с хранением нефти упал волатильность это осталось хотя потенциал падение волатильности еще есть дальше смотрим по списку тоже есть хотя и меньше то же самое отстает статистическое реальный актив ходит больше чем стоимость опционов халиборт он то же самое связано с нефтедобычей тоже петролиум но здесь еще большой потенциал но выбрать есть из чего катерпиллер так там были microsoft кстати говоря то есть тут визуально просто можно посмотреть вот здесь кстати потенциал петролиум тоже потенциал для падения имплайт волатильность практически исчерпан с точки зрения кондора неплохая здесь может быть комбинация ну и по вероятности там неплохие здесь тоже fedexpress вот из этого списка я беру кандидатов ну что получается например индекс вот етф на energy sector может быть даже она лучше брать таких случаях индекс хотя индекс это всегда средняя линия в данном случае если мы покупаем опционы ну стрэндл или покупаем кондор то нам нужно движение а движение естественно резче сильнее бывает на акциях чем на индексах поскольку индексы являются усредненным активом ну вот он показывает 59 процентов это как бы пока я пробегаюсь по вероятностям fedexpress кстати очень неплохо смотрится такой же да и даже можно посмотреть зеленую зону то есть видно что при таком вот графике она легко может пробить наверх или вниз то же самое кондор используется причем соотношение прибыли убытков можно выбирать но я думаю что надо стремиться примерно к одинаковой пропорции то есть скажем так профит и лосс они равны но вероятность должна быть вашим вашу пользу в данном случае здесь профит 297 убыток 201 вероятность 56 мат ожидания по фед экспрессу хорошая значит ну вот там еще несколько отобрал когда была высокая волатильность таких вариантов было мало то есть я говорю волатильная погода сейчас изменилась значит дальше что с этим можно делать в какую сторону тут очень много вариантов возникает но вот microsoft можно посмотреть ликвидность очень большая 64 процента 42 доллара 56 то можно отрегулировать ногами но тоже неплохо тоже неплохо значит точнее можем даже открыть и посмотреть значит какие тут возможны варианты значит во первых это может быть покупка кондоров одношаговая система то есть купил закрыл и в одношаговой есть варианты первый вариант самый простой по красной линии экспирация то есть работаем фактически выстрелил забыл закрываем на экспирацию то есть она либо осталась в зоне но это надо портфель набирать конечно акции либо либо попала в профитную зону второй досрочно закрывать одношаговая но досрочно тут сложный вопрос шагом каким шагом например с spi или с microsoft один из вариантов но вот как используют при стрэнглах при регулировании их или выходе при стрэнглах это считают историческую волатильность актива но уже своим способом например если открывается кондор покупается на microsoft на неделю то берется две-три недели то есть два-три раза больше период и считаются средние бары но это можно все сделать на yahoo finance то есть вот в данном случае спивай здесь исторические цены есть можно дэйли скачать high low здесь все есть перенести в excel посчитать посчитать среднюю скажем для snp это там около двух фигур за последние три недели и дальше соответственно половина от средней это по крайней мере то что должен базовый актив сделать в среднем за день то есть если у него две фигуры в день средняя за три недели то значит средняя что он будет делать от точки от закрытия предыдущего дня это одна фигура по microsoft естественно совсем другие цифры и так далее так далее но если это открывается не на один день то что можно такими конструкциями раз в день торговать если используются недельные опционы кстати тоже интересная техника недельные опционы они довольно мало активов которые имеют спивай в том числе вот если берется месячный опцион как например microsoft шаг значит или горизонт открытия допустим недели или две соответственно мы берем средний в средний размах по неделе и там получаются точки у нас при которых мы выходим значит это я сейчас перечисляю варианты как можно торговать покупка кондоров все далеко еще не дошел значит недельный вариант затем двух недельных двух недельных может быть статичная может быть тоже с подвижкой когда неделя истекает вы лимиты меняете при каких выходить и второй группа направления это когда ролирование происходит то есть например курс ушел сюда вы ставите вертикальный спред продаете покупаете или этим наступаете там вообще очень много вариантов хотя бы надо статичные варианты изучить вот но такие вот соображения в ком направлении можно двигаться спасибо